Добрый вечер! Идем в гости к Станиславу Белковскому. С ним произошла такая неприятная история. Он сломал ногу в гостинице в Праге, поэтому сейчас не может стоять, но и продвигается на коляске инвалидной. Но тем не менее мы очень благодарны, что он согласился дать интервью, хотя находится сейчас не в самой лучшей физической форме. Спасибо большое! Станислав, добрый вечер! Добрый вечер! Вы знаете, наше последнее интервью, оно такой резонанс неожиданный получило. Посмотрели его инвесторы, говорят, что один профессор в большей школе экономики, такой умный человек, знает фундаментальный анализ, и жалко, что не на нашем фондном рынке такие люди. Мне самому жалко, потому что если я был на фондном рынке, мы говорили об этом в прошлый раз, то, наверное, я смог бы заработать хорошие деньги, но это учить мне уже не грозит. Я решил уйти от денег в свободное плавание и идти с нею параллельным курсом. Деньги идут в одну сторону, а я в другую. Если мы временно пересекаемся, то это чаще всего случайно. Понятно. Ну, про вас говорят, что у вас сколько есть пересечения определенных? Ну, естественно, жить на что-то надо, но я не человек денег. Да. Я не тот человек, который мы везет в этой сфере. Мы, по-моему, говорили об этом в прошлый раз. И я отношусь к этому все это спокойно. В общем, я подчиняюсь немножко другой системе ценностей, в которой деньги, безусловно, являются фактором обеспечения комфорта личного и определенной бытовой свободы, возможность куда-то поехать или соперировать сломанную ногу, лежа в одноместной палате, а не в шестиместной. Но не более того. Каких-то больших запасов, которые позволили бы мне с помощью денег трансформировать мир, о чем мечтают все российские олигархи, будучи в душе все равно, несмотря на всю свою алчность и скаридность мечтателями, у меня нет. Кстати, немножко отвлекаясь от финансовой темы, мне очень понравилось одно из ваших интервью последних, где вы сказали про препараты против рака, что болезни, на самом деле, они программируются на ментальном уровне. Да, конечно, это психосоматика, известная всем. И мое изучение жизненного опыта не побоистов ни этой цифры сотен больных раком среди моих знакомых, близких и неблизких, показали мне, что психосоматические факторы, и, в первую очередь, факторы внутренней исчерпанности, исчерпанности жизненного задания, играл в пролиферации раковых опухолей, возникновении метастазов в смертельных огромную роль. Вот я могу, например, анонимно описать один пример, как одна дама, которая уже была больна раком в четвертой стадии, неожиданно узнала, что у нее есть сын, которого забрали у нее еще в роддоме. Этот сын позвонил ей, приехал к ней, и когда она поняла, что ей нужно заняться этим сыном, она проживает еще 15 лет. Хотя врачи отводили ей несколько недель. Это характерный пример того, как пролонгация жизненного задания, перепрограммирование человека, его психосоматической карты оказывает огромное влияние на борьбу с раком. И я думаю, что вообще сами комплексные методы, которые считали бы новые антираковые препараты, которые сегодня активно разрабатываются в развитых странах, и психотерапевтические методы могли бы обеспечить огромный прорыв на этом направлении, так что президент Барак Обама здесь не попал пальцем в небо отнять, когда анонсировал эту задачу в своем недавнем обращении к обеим палатам парламента Соединенных Штатов. Я с вами согласен сто процентов. Давайте поговорим немножко про экономику. Ваши впечатления о Гайдаровском форуме? И там пошло такое разделение, что в основном экономисты, есть официальные экономисты и есть неофициальные экономисты. И как и круглые столы, они очень сильно по поляризации подошла. Они говорят, официально к этому нужно говорить по должности, они говорят, что все будет хорошо, мы находимся на дне. Они неофициально говорят, что нет просвета вообще. Какие же ваши впечатления? На мой взгляд, Гайдаровский форум не принес никаких сенсаций. На нем каждый играл свою собственную роль, отведенную ему заранее и много лет назад. В правительстве, как справедливо утверждал недавно Дмитрий Медведев в одном из своих интервью, есть добрые исследователи, это он сам, первый, с примера Игорь Шувалов, министр экономического развития Алексей Улюкаев, который обязан давать некие оптимистичные, даже не прогнозы, а сообщать представление оптимистичное о предмете. Ну что, сейчас все плохо, но будет еще лучше. Еще нужно продержаться еще год, а уже в 2017 году основные мировые тренды изменятся. Нефть пойдет в рост, соответственно, можно рассчитывать и на преодоление экономического спада в России. И, в принципе, нынешний кризис, согласно позиции добрых следователей, не является чем-то беспрецедентным. Мы много раз такое проходили и в гораздо более сложных и злокачественных формах. И злые следователи, которым официально поручено говорить плохое и предрекать неудачь. Официально, это не то, что они идут против линии партии, нет. Просто, так сказать, отхватились этот кусочек линии партии, который связан с негативом. Например, министр финансов Антон Силуанов, который заявляет, что денег может на 2016 год не хватить, и при отсутствии радикального сокращения бюджета резервный фонд будет полностью исчерпан в течение 12 месяцев. Ему так и положено говорить. Собственно, министр финансов России с ельцинских времен – это господин «нет денег». Есть люди, формально не относительно исполнительной власти, но фактически причастные к формированию идеологии на протяжении многих лет, и вхожие в нее сегодня на самом высоком уровне, например, Алексей Кудрин. Который, скорее, даже не на Гайдаровском, а на Добовском форуме, в общем, выступил в роли неформального экономического пресс-секретаря Владимира Путина, озвучив три основных тезиса. Первый тезис, что кризис есть. Второй тезис, что, может быть, к концу 2016 года будут частично сняты санкции с России, что явится, опять же, не только экономическим, но и политическим, а, главное, ментальным прорывом, ибо докажет Владимиру Путину способность решать международные задачи такого уровня сложности. И, соответственно, как только будут отменены санкции хотя бы частично, уже будут созданы предпосылки для экономического роста. Кроме того, Алексей Кудрин и же с ним транслирует мысль, согласно которой при цене на нефть 25-30 долларов за баррель значительная часть добычи в мире становится нерентабельной не только сланцевой нефти, но и традиционных месторождений. Поэтому, соответственно, нефть не может не отскочить на уровень 40-50 к концу 2016 года и начать расти уже с этого уровня 2017 года. Поэтому здесь, в общем-то, Гайдаровский форум был кукольным театром с очень понятно расписанными ролями. И в этом смысле, так сказать, он ничем не огорчил и не порадовал. А если бы вы были человеком, который пишет записки аналитические на стол Владимира Путина, вы были злым экспертным или добрым экспертным? Я считаю, что эксперт не должен быть ни злым, ни добрым. Здесь мы говорили не об экспертном уровне постижения о ролях, которые играет. Кто-то пьерок, кто-то орликин, кто-то грустный клоун, кто-то веселый. Я все-таки считаю, что клоуном можно быть, но не когда ты пишешь аналитические записки, ложащиеся на стол президенту. Я бы сформулировал в первую очередь, что падение цены на нефть носит долгосрочный характер. Может быть не 25, а 35. На любом случае это никогда не будет 100, как еще недавно. И это не связано уже с себестоимостью добычи. Это связано просто с изменением мирового энергетического баланса и перехода на качественно новые типа энергоносителей. Поэтому, соответственно, Россия может выйти из нынешнего ступора не путем сладостных ожиданий у моря погоды, на что рассчитывает нынешняя власть, а задействованы качественно новых рычагов и в международной политике, и здесь речь должна идти о качественном пересмотре той линии, которая была взята на вооружение весной 2014 года, и во внутренней политике, в смысле увеличению политической конкуренции в движении на передний план совершенно иных фигур, и в экономике. Потому что диверсификация экономики должна предполагать в первую очередь задействование тех ресурсов, которые объективно у страны есть, а не те, которые уже утрачены или которые нужно еще создавать десятилетия. И здесь, конечно, важнейший ресурс – это территория. Я считаю, что Россия может стать крупной транзитной страной, и приступать к реализации такой системы проектов можно уже сейчас. Но у Владимира Путина мысли слишком консервативны. Это человек, который не любит перемен ни в какую сторону. И поэтому я уверен, что моя аналитика ему бы не пригодилась, как бы печально мне это не констатировать. Все-таки наши ментальные порядки не совсем совместимы. Да, вот не получится так, что вы напишете записку аналитическую, а Владимир Путин не сможет ее воспринять. Да, именно так и будет. Собственно, в прежние годы, там, скажем, десять лет назад я и писал записки, которые, конечно, не шли непосредственно от меня к Путина, поскольку мы не контактируем, но которые какими-то окольными путями туда шли, с добавлением каких-то еще третьев от других экспертов. Но я совершенно точно на сегодняшний день знаю, что по психотипам мы настолько полярно отличаемся. Путин и я, я прошу прощения, что я сопоставляю себя с великими впрямую. Нет, конечно, я не сравниваю себя с пустилином значительной части суши. Я просто говорю о том, что мы люди совершенно разных психотипов, и поэтому такой советник, как я Путину совершенно не нужен. Мне очень понравилось ваше сравнение с купольным театром. А зачем тогда этот купольный театр нужен, который проходит каждый год? На нем участники этого кукольного театра, эти Пьеро Орликино и Коломбины, либо отстаивают свои аппаратные позиции, либо обозначают свои претензии на аппаратные позиции. Ну, скажем, Медведев, Шувалов увлекает, с одной стороны, защищает свои посты, как желая показать себя хорошими, добрыми исследователями, веселыми клоунами типа Орликино. Антон Силанов играет свою роль, он должен быть лучшим Пьеро на площадке, чтобы его не сняли на Алексея Кутыря, и хочет вернуться, область на ключевую позицию, и пытается сформулировать так, чтобы без него не обойдешься. Вот вся логика процесса. То есть люди не думают о стратегическом развитии страны, они пляшут вокруг аппаратной елки, на вершине которой находится рубиновая звезда в форме Владимира Владимировича Путина. А вы сами имеете нерв с регионами? Вы отслеживаете ситуацию в регионах? Ну, я не во всех, конечно, регионах отслеживаю ситуацию, но в некоторых, где живут и работают мои друзья, и причем живут и работают не на последних позициях, да. Вот расскажите, какая сейчас ситуация в регионах, потому что мы, например, снимали деловой завтрак недавно, опоры России, где-то тоже был съезд, нам сказали, ну, вы в Москве жируете. Да, ситуация в регионах очень тяжелая, потому что основной удар пришелся по регионам еще и за перемен в бюджетной политике, которые случились за последние 10 лет, когда как раз все налоги с максимальной собираемостью были переданы центру и сборы, а налоги с сомнительной собираемостью регионами. С тех пор, собственно, федеральный центр увеличивал собственную налоговую базу, уменьшил налоговую базу регионов. Вы знаете, многие регионы оказались в неподъемных, неоплатных долгах, как в шелках, сокращают социальные расходы, при этом центр делает все, чтобы объявить виновными в этом исключительно региональные власти. Именно с этим связана массированная ротация губернаторов и даже уголовные дела против некоторых из них в последнее время. Поэтому на региональном уровне, в отличие от Москвы, конечно, финансово-экономический кризис ощущается гораздо острее, в том числе и в элитах. Не будет ли это детонатором каких-то событий? Не приедут ли люди в регионы в свое время, там, в 13-м году, в декабре, там, в Киеве съезжались? Ну, вы как специалист по Украине, я уже сказал. Съезжались с регионов, там, ну, как бы, недовольны люди, там, в общем. Я думаю, что 2016-2017 годы станут периодом мощного нарастания именно социальных протестов, которые пока не конвертируются в политические из-за отсутствия политического субъекта, из-за отсутствия реальной оппозиции, которая могла бы возглавить эти социальные протесты и конвертировать их в борьбу за власть. Ну, конечно, социальные протесты будут разрастаться, и, кажется, дальнобойщиков или выход, скажем, пенсионеров на улицы в Краснодаре и Сочи, который уже привел к изменению, так сказать, выплаты компенсации за правительство общественного транспорта в Краснодарском крае, что показывает эффективность социального протеста. Это будет происходить и нарастать в очень значительной степени. То есть то, что сегодня страхует власть от больших неприятностей, это именно отсутствие дееспособной оппозиции и отсутствие политического и правового формата, который позволял бы этой оппозиции действовать в легальном поле. Вот та оппозиция, которая выступала на форуме Гайдаровском, и которая говорила, что оппозиция должна дерзать, дерзать и ничего не бояться, она, это такие бумажные тигры, как прикормленные, или это настоящая оппозиция? А разве на Гайдаровском форуме была какая-то оппозиция? Ну, там Володя Рыжков выступал, говорит, дерзайте, в наше время пришло. Дерзать действительно надо, особенно с учетом того, что само законодательство в результате его реформации в последние четыре года, в общем, приобрело совершенно репрессивный характер по отношению к любой оппозиционной деятельности. Поэтому тот, кто готов рисковать, кто готов рисковать в том числе свободы, не говоря уже о материальных факторах, да, тот может сегодня быть в оппозиции. И может быть не только политическим, но и моральным примером и образцом для остальных. Вообще-то, вы считаете, что будет нарастать напряженность в 16-18 году, но она не приведет к краху и распаду России? На каком-то уровне системной стратегии не приведет. Во всем случае, такую системную стратегию сформулировать сегодня невозможно. Или весьма затруднительно, по крайней мере. Но есть понятие «черный лебедь», то есть случайное событие, которое происходит вне разумного контроля любых субъектов, участвующих в процессе. Это понятие, которое сформулировал известный финансовый аналитик и околополитический эксперт Насим Талеб, ливанец, живущий в Соединенных Штатах Америки. Всегда может случиться что-то невиданное, небывалое, чего раньше не было. И вот эти «черные лебеди», да, они могут привести к серьезным потрясениям всего властного организма и механизма, но мы не можем сейчас точно их предсказать. На то они и «черные лебеди». Мы можем только иметь в виду определенную вероятность такого типа событий. Если бы вы были инвестором, вы бы, учитывая то, что может припарковаться, приземлиться «черный лебедь», вы бы покупали сейчас российские акции, скажите честно? Например, я задавал вопрос Орешкину политологу. Он сказал, я бы покупал сейчас украинские акции, но не российские. Знаете, я не будучи финансовым аналитиком, я не хочу вводить в соблазн и заблуждение аудитории, потому что некоторые части аудитории, услышав, как красиво я говорю, решат, что я действительно в этом разбираюсь, а в этом не разбираюсь. Я не хочу никого обмануть абсолютно. Поэтому я бы не покупал ни российские, ни украинские акции, и я вообще в последние годы более сконцентрирован на уважениях в недвижимость, даже на беспроспективных рынках, потому что я считаю, что… беспроспективный… каткосрочный разрез рынок, потому что я считаю, что недвижимость, во-первых, это вещь функциональность. То есть она может ей пользоваться, даже если она не приносит доход. Акциями пользоваться, если они не приносят доходы, ты не можешь. Во-вторых, все равно есть определенные сегменты рынка недвижимости, которые останутся вывешены при любом раскладе. Даже в России, в центре Москвы, в центре Санкт-Петербурга, в выигрышных местах Московской области, есть объекты недвижимости, которые пусть подешевели даже сегодня в два или в три раза, но все равно их стоимость никогда не упадет на нуля, потому что пока в этих местах живут люди, пока они стремятся жить комфортно, в этих местах недвижимость все равно останется привлекательным объектом для вложений. Поэтому я лично больше сконцентрирован на недвижимости, чем на фондовом рынке. А фондовый рынок ведь зависим не только и не столько от фундаментальных факторов, то есть от реальных оценок состояния тех или иных корпораций, их финансового положения, сколько во многом от психологических факторов, от утечек информации той или иной, от утечек подлинной информации или блефа и так далее. И для того, чтобы все это понимать и отслеживать, нужно быть очень глубоко внутри рынка. Поэтому мой главный совет всем потенциальным участникам финансового рынка – если вы не понимаете, что происходит, лучше не приближайтесь к этой мясорубке. Сейчас много говорят о возможном санкции Запада. Но имеется в виду санкции, которую, допустим, вводил Обама, а не Конгресс. А сколько вообще реального примирения России и Запада? Потому что многие инвесторы считают, что это новая инвестиционная идея. Возможно. Примирение России и Запада возможно после ухода Владимира Путина. Это мой ответ однозначно. И в случае его ухода. Возможно, отдельные по другу навстречу другу ходы, мелкие шажки. Но сегодня, когда госсекретарь США Джон Керри или министр экономики Франции Макрон рассуждают, возможно, уже в 2016 году о отмене части санкций, они говорят, ведь при этом упоминают о полном исполнении Минских соглашений по Украине. А эти соглашения почти не реализуемы в столь краткие сроки. Потому что до сих пор не решено, что раньше будет курица или яйцо. То есть сначала Россия передаст контроль над украинской границей и украинской стороне в определенных местностях Донецкого и Луганского регионов. Или сначала Украина должна провести до конца конституционную реформу, которая, де-факто, сделала бы ДНР и ЛНР с территориальными образованиями. А сама эта идея на Украине очень непопулярна. Сегодня не набирается в парламенте 300 голосов, то есть конституционного большинства, за исповседствующие поправки конституции. У популярной идеи полной амнистии, в том числе для военных лидеров-сепаратистов ДНР и ЛНР. Поэтому этот процесс может длиться очень долго, и реализация Минских соглашений не случится завтра. А значит, завтра не будет отмена санкций, на которую, кажется, можно уже рассчитывать, судя по оптимистичным комментариям ряда политиков и аналитиков. Ну да, вы же сами говорили, что есть два вида аналитиков. Одни пишут хорошие, а другие плохие. Потом исправки ложатся на стол. Нет, ну здесь ясно, что США и Евросоюз занимаются психотерапией в отношении Путина. То есть, типа, веди себя хорошо, и санкции могут быть сняты. Но вот эта оговорка про Минские соглашения, которые трудноисполнены просто в силу-силу изначального содержания, а я ведь был одним из немногих, с самого начала называл их фейком и блефом. Она сводит на нет, собственно, само оптимистичное обещание санкций снять. Не обещание, вернее, а прогноз. Санкции могут быть сняты. Какие у вас мнения по поводу ситуации в Сирии? То есть, мы можем оттуда выйти, либо когда только увяз, и птичка уже из Сирии не уйдет в ближайшее время? Стратегия действий в Сирии до сих пор не определена на МСБТР. В случае она не ясна даже Владимиру Путину. И, в другой стране, действительно коготок увяз, потому что Владимир Путин не тот человек, который просто так дает задний ход. Он не признает своих ошибок. Поэтому совершенно честно, что сегодня наибольшая услуга, которую мог бы Владимир Путин преподнести Западу, и которая могла бы привести к смягчению санкций даже при отсутствии достаточного и очевидного прогресса на Украине, это досрочная отставка Башара Асада. И вот предъявленная авторитетной солидной газетой Financial Times легенда о том, что бывший начальник главного разведного управления генштаба генерал-полковник Игорь Сергун ездил в Дамаск незадолго до собственной смерти и уговаривал Асада идти в отставку, не кажется мне абсолютным блефом и фейком. Во-вторых, есть слово Financial Times против слова Дмитрия Сергеевича Пескова, а что слово более весомо, ну, вопрос как минимум открыт. Если глава Асада будет на блюде преподнесена Соединенным Штатам, тогда да, это будет прорывом с точки зрения роли России в регулировании конфликта. Пока, в общем, мы не видим, что Россия сумела приобрести решающую инициативу ни в сирийском урегулировании, ни в борьбе с исламским государством, что заявлялось как изначальная цель военного присутствия Российской Федерации в Сирии. И, значит, у меня есть вопрос, надо заканчивать интерьер. По поводу, вот вы, русский человек, вы любите Россию, вы русский человек любите Россию, есть какие-то основания для оптимизма? То есть вот, что все-таки будет важна страна эти фиксации в конце концов? Я, действительно, русский человек люблю Россию. В основном, я себя так позиционирую и пока не нахожусь за мои 45 лет жизни никого, кто мог бы убедить меня в обратном. Я, да, я считаю, что есть основания для оптимизма, но они лежат за пределами политического и экономического анализа. Я просто считаю, что Россия – это отдельная цивилизация. Это большая культура, которые не погибнут. Просто потому, что иначе не стоило их создавать. Значит, они должны держаться. Кроме того, Россия – это некая человеческая, политическая, геополитическая субстанция, которая контролирует этот евразийский «Хартленд». Это пространство между Европой и Азией. И эта функция тоже в истории эксклюзивна. Вот на основании этих двух аргументов я считаю, что Россия выживет, и новый ее исторический этап будет более светлым, чем предыдущий. Я понимаю, конечно, что любой политолог или экономист может понять меня насмерть, заявив, что эта аргументация очень зыбкая и не основана ни на какой реальной факторе. Я это и не отрицаю. Да, зыбкая, да, основана на реальной факторе. Но, как показывает анализ человеческой истории, возьмем, к примеру, Германию. Это страна, которая за сто лет проиграла две мировых войны. И в первый раз сказал, что она никогда не поднимется. И тем более второй раз сказал, что с Германией покончено. А вот мы живем сейчас в 2016 году, и Германия снова лидер Европы. И, в общем, третья в свободном мире силы. Или вторая в свободном мире силы после Соединенных Штатов Америки. Нет, тут важны исторические закономерности, которые под спудом и которые появляются в судьбе нации не на основании текущих анализов биржевых котировок, а на несколько более глубинном и глубоком уровне. Спасибо вам большое.